Я, Нина Матушкина, отсидела 13 суток по статье 23.34. Меня зовут Бондарчук Ярослав. В группе я играю на бас-гитаре. Мне дали 12 суток по статье 23.34. Я Бурак Вадим, вокалист-гитарист группы БСБ. Отсидела 13 суток по статье 23.34 за то, что якобы участвовал в митингах. У нас есть разрешение от Мингурусполкома. Мы играли в положенное время, в положенном месте. Существуют некоторые станции метро, которые разрешены. В том числе и Якуба Колоса. Мы стояли в положенное время, в положенном месте. Мы до этого забронировали эту станцию, чтобы там поиграть. И, собственно, так получилось, что подошли сотрудники и задержали нас. Уходи! Уходи! Что вы хотите, что дальше мы сделали? Они такие, ну, поступил вызов. Нам сообщили о несанкционированном митинге, собрании и так далее. Я говорю, подождите. Смотрите. Вот разрешение лично мое. Вот разрешение лично Нинина. Вот разрешение на коллектив. Вот есть состав песен. Ну, там, точнее, у нас не состав песен. У нас списки групп, которые разрешены. Вот. Я говорю, смотрите. Вот все эти группы есть. Я им перевернул по вокзал. Говорит, смотрите. Площадь Текубокола со станцией метро. Выход такой-то-то. Время такое-то-то. Такое-то. Мы играем в положенное место, положенное время. На что мне ответили. Давайте тогда для удостоверения личности. Песня «Сены рухнуты» есть в нашем репертуаре. И к нам подошла женщина, попросила нам ее сыграть. Поддерживать кого-то или не поддерживать – это личное дело каждого. Но мы с группой, ну, мы уличные музыканты, и мы играли в переходах еще до всех событий. Лепреконцы «Хали и Гали», например, «Сердючка гулянка», то есть «Кранбери зомби», «Черный бумер» тот же самый. Мы играем абсолютно различные репертуары, абсолютно разные песни. Мы ехали с чистой совестью того, что сейчас мы туда приедем, покажем все свои документы. Там пару часов пройдет, нас отпустят, мы поедем обратно. Наши знакомые, они сразу поехали к отделению советского района, а потом поехали на Крестина, потому что ребята до конца не верили, что как бы все вот так. Потому что, ну, они знали, что мы выполняем все функции полностью официально. Но когда они узнали дальше переговоры, все были дико удивлены. Каждый день просыпаясь, я думал о том, что я здесь делаю и что делают здесь все эти люди, которые находятся со мной в камере. Что на Крестина, что в Барановичах. Причина, по которой мы были там, мне непонятна. Многие песни воспринимаются сейчас с политическим подтекстом. Даже, например, песня «Выхода нет» с плена, которая была написана про питерский метрополитен, сейчас воспринимается как-то вот неоднозначно. Хотя изначально эта песня была написана абсолютно без какого-то либо подтекста, который сейчас люди в разведе данной ситуации могут видеть в ней. Даже в гимне Беларуси присутствуют слова «Вечно живи и квитней Беларусь». Ну, то есть вот «квитней Беларусь» можно, «живи Беларусь» нельзя. Как бы это странно, потому что это одна связанная фраза, которая находится в нашем гимне. С одной стороны, просто мне, наверное, страшно, что сейчас людей просто не слышат. Когда человек что-то говорит, я лично говорю, что у меня есть разрешение, судья говорит отклонить. Говорю, у меня есть свидетель, отклонить. Ну, я прошу вызвать их свидетеля, чтобы с ним пообщаться, отклонить. Как бы и вот это, ну вот такая ситуация вызывает какие-то сомнения в том, что сейчас все хорошо. Мы с Ниной учимся в Академии Музыки, и мне было очень приятно, что со стороны Академии нас пытались поддержать, помочь. Писали нам хорошие характеристики. Поэтому выходить, да, будем. Как бы это опасно, да, опасно, а выхода у нас другого-то нету, потому что у нас профессия такая, что нам нужно выходить и играть. Вот. И я прекрасно понимаю, что дело совсем не в песнях, потому что можно играть, не знаю, мое сердце остановилось. Ну, там фраза «Мы не знали друг друга до этого лета». Люди уже воспринимают, начинают перехихиваться, то есть, ну вот так. Я могу ряд таких песен привести, которые, они всегда игрались. И перемен та же игралась и год назад, и два года назад, и на больших площадках, и как бы, ну ничего из этого не было. То есть, как бы сейчас изменилась ситуация, поэтому сейчас не угадаешь и не предугадаешь вообще ничего.